В 1976 году на станции метро Миро де Бьюсселе появилось настенное панно, в котором известный бельгийский художник Роже Равель риторически обращается к публике с вопросом, что имел в виду Энсер, говоря «Да здравствует социально». Холл станции стал гигантской рамой для картин, а спешащей на свой поезд пассажиры невольными участниками социальной жизни, заданной художником. Только наблюдатель, его автопортрет в центре, носит реальные черты, да, пожалуй, Иван Иковский, Адам и Ева. Лица прохожих размыты спешкой их социальной жизни. Понять Роже Равеля и его смыслы нам поможет ретроспективная выставка художника в Центре изящных искусств Бозар, куда мы отправимся сейчас. 18 января 2021 года в здании произошло возгорание, и два месяца спустя открытие новой выставки для всего коллектива оказалось результатом большой работы. Более того, ретроспектива Роже Равеля, одного из самых больших бельгийских художников послевоенного времени, стала символом возрождения из пепла. Большой творческий путь в 60 лет Равель начал в 1948 году, когда Европа находилась в моральных и реальных руинах. Перед художниками стоял вопрос, как творить после трагедии Второй мировой войны и Холокоста. Поколение Роже Равеля и его друга Хьюго Клауса искало ответы на, казалось бы, неразрешимые экзистенальные вопросы. Друзья, родившиеся в Восточной Фландрии, выбрали две противоположные жизненные стратегии. Хьюго Клаус стал космополитом. Роже Равель как родился в местечке Махилин-Анделей, так и прожил в нем всю долгую жизнь. При этом идеи на всю жизнь были близки. 15 июля 2021 года Роже Равелю исполнилось бы 100 лет. Здесь, в Бозар, мы хотели отпраздновать столетие с обзором, который дает представление о его эволюции, его мотивах, влияниях, видениях и его последовательном восприятии отношения между искусством и реальностью. Центр изящных искусств Брюсселя в третий раз рассматривает творчество Равеля в деталях, но впервые посмертно. Чувствуется, как время, ход времени, а также что-то вроде духа времен прошлого и настоящего проникает в выставочные галереи. Что сегодня открывает нам творчество Равеля? В 1966 году во Дворце изящных искусств состоялась первая ретроспектива его творчества. Оглядываясь назад, кажется, что это был поворотный момент. Конечно, художественная база, лежащая в основе его творчества, уже была прочно закреплена. Присутствовали два больших триптиха с живыми птицами, которые можно рассматривать почти как визуальный манифест его взглядов на искусство и реальность. В 1960-х годах живопись становилась визуальным событием, а иногда и реальным. Вернемся в 1948 год. Художник счастливо женится на зуме Денеис и начинается самый плодотворный период его работы. Рожи Равель должен начинать свою творческую жизнь с нуля. Практически все его работы, созданные во время учебы в Академиях искусств Дензо и Гента, до и во время войны, погибли от древа бомбы в его родном доме в Махелин-Анделей. Семье удалось спастись в убежище, но дом был разрушен и картины сгорели. Художнику нужна была, как бы мы сегодня сказали, перезагрузка. И он сделал творческий прорыв, прорубив окно в обыденность. Рожи Равель стал живописать ежедневную жизнь, как она есть, находя в ней универсальную. Художник сакрализировал дом, сад, огород, обычного человека и его повседневные действия. Он приподнял занавес над рутиной жизни деревни, в которой не скучал всю свою жизнь. Рожи Равели можно назвать певцом фламандской деревни. Вместе с ней он прошел многие этапы ее изменений. Художник всегда приветствовал модернизацию деревни, в том числе и на визуальном уровне. Даже предвосхищал ее, живописуя линейно и кубистически. Послевоенная фламандская деревня урбанизировалась до такого состояния, что сегодня как-то неудобно использовать старое слово «дорб» – «деревня», в отношении в том числе и Махелин-Анделей. Современная европейская деревня превратилась в город в миниатюре с большим преимуществом перед ним в виде окружающей живой природы. Но бросьте в того камнем, кто скажет, что стиль Рожи Равеля реализм. Ни в коем случае. Его лица размыты, предметы схематичны. Природа порой обозначена двумя яркими линиями. Художник выработал свой собственный визуальный язык. Теми, кто знаком с его творчеством, узнаваемый с первого взгляда. Ближе всего будет определение сочетания фигуративности и абстракции. Единожды выбрав стиль, автор не изменял ему всю свою жизнь. Как и каждый художник, Рожи Равеля испытал влияние предшественников и современников, но никогда не копировал их стиль или инновации, всегда создавал нечто свое, аутентичное. К примеру, участвуя в одном из самых важных форумов современного искусства документа, он увидел работы Роберта Раушенбаха, американского художника, начинавшего как абстрактный экспрессионист и вошедшего в историю как концептуалист и яркий представитель поп-арта. Рожи был сражен на повал творчеством американца, более всего, так называемой комбинированной живописью, создателем которой считается Раушенбах. Этот метод внедрения различных предметов в окрашенную поверхность холста, при котором создается своего рода гибрид между живописью и скульптурой, Рожи Равель будет использовать всю оставшуюся творческую жизнь. И уже его собственным ноу-хау станет внедрение зеркал в живопись. Они появятся в большом количестве на его полотнах, вовлекая в них как окружающий мир, так и самого зрителя. Более того, произошел и обратный процесс. Предметы, спрыгнут с картин Равеля, заживут своей собственной жизнью, как это произошло с тележками. Еще в 50-е годы в вечный мир полотен художника прочно вошли ручные садово-огородные тележки, как самый популярный в сельской местности вид малого транспорта. Позднее они заимствовали колеса у велосипедов и стали выглядеть более модернистски. Сойдя с картин своего создателя, они стали принимать автономные части в акциях вместе с ним. При жизни художника создавалось множество арт-движений, в которые входили и друзья Равеля. Он участвовал в выставках знаменитой «Кобры», но никогда не примыкал ни к одному из них, хотя идейно часто был солидарен. В результате на родине снискал большую популярность в своем поколении художника, но на европейском арт-пространстве известен в узких кругах. Базар организации ретроспективы и выпуском каталога на трех языках поставил задачу популяризировать творчество фламандского художника-интроверта, прожившего всю свою жизнь в деревне между Гентом и Кортрейком, при этом мыслящего и творящего универсально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok